Привет друзья! Карьера этого актера достигла пика популярности, когда безжалостная смерть вырвала его из мира живых. Его биография в кинематографе складывалась как в красивом сценарии, быстрый взлет, потрясающая популярность и востребованность. Жизнь ведущего актера театра имени Вахтангова прервалась на пике популярности. Она была похожа на красивый киносценарий. Актер не был похож на сильного качка с огромными бицепсами, нет. Он был стройным изящным романтиком, поэтом с огромными глазами, вьющимися волосами, мягкой, слегка ироничной улыбкой. Для кинематографа последних десятилетий он был огромной находкой и счастливой редкостью. Это был актер Алексей Завьялов. Причина смерти этого талантливого молодого человека до сих пор вызывает недоумение. Алексей Завьялов играл в театре благородных героев – маркизов, принцев, дворян. В кино популярность пришла после выхода картины «Ментовские войны». Ему было всего 36. Всего один прыжок с парашюта решил судьбу актера. Смотрите видео до конца, и так обо всем подробнее. Родился Алексей Завьялов в Волгограде 17 декабря 1974 года. Родители мальчика были инженерами. Алеша с детства был очень любознательным и разносторонним. Ему было интересно все, поэтому он одновременно посещает разные кружки и спортивные секции. Он учился в музыкальной школе, занимался авиамоделированием, любил электронику. В спорте особое внимание уделял гребля, плаванию, восточным единоборствам, акробатике. Причем имел разряды по всем этим видам спорта. Родители-инженеры хотели, чтобы их сын продолжил семейную династию, и поэтому мальчик учился не в обычной школе, а в физико-математической. Окончив школу, Алексей легко становится студентом Волгоградского политеха. Очень быстро парень понял, что чертежи и схемы – это, конечно, здорово, но провести над ними всю жизнь он не хочет. Прислушавшись к себе, Алексей понял, что он скорее творческий человек, чем технарь, и ему интересна сцена и перевоплощение в разные образы. Завьялову хочется испытать себя в актерской профессии, поэтому он забирает документы из политехнического института и уезжает в столицу, чтобы осуществить свою мечту. Парню повезло, он становится студентом театрального училища имени Щукина и попадает в мастерскую Шлыкова. В Москве Алексей знакомится с актером Олегом Меньшиковым, который помог ему с обустройством. Диплом об окончании вуза Завьялов получил в 1996-м. Личная жизнь. Когда Завьялов приехал из Волгограда в Москву, ему очень помог Олег Меньшиков. Он поспособствовал, чтобы его другу выделили двухкомнатную квартиру в столице. За это Алексей Завьялов был бесконечно благодарен своему товарищу. Вскоре Алексей женился на девушке Маша, работающий фотографом в театре Александра Калягина. Все в театре очень обрадовались за Алексея, ведь до этого момента у него не было никаких романов с девушками. У супругов Алексея Завьялова и Марии Масловой вскоре появились дети – старший сын Саша и младший Степан. Семья была счастливой, в ней свято соблюдали семейные традиции и принципы. В последние годы жизни актер находился в поиске. Стал меньше сниматься в кино, больше стал работать на радио на озвучивании, часто занимался обсуждением всевозможных проектов с Сычевой, своим агентом. Трагическая нелепая смерть перечеркнула все планы на будущее. В последние годы у Завьялова появились экстремальные увлечения прыжками с парашютом и быстрой ездой на мотоцикле. Жене актера очень не нравились подобные увлечения, возможно она что-то предчувствовала. В одном из последних интервью актер рассказал о группе странных поклонниц, которые фотографировали отдельные моменты спектакля и делали из полученных снимков коллажи. Когда же актеры выходили на поклон, неугомонные дамы дарили им странные подарки в виде засушенных жуков или подвядшего чеснока. Как признавался Завьялов, получать такие презенты было жутковато. Никто не может с уверенностью сказать, было ли это предвестником будущей трагедии, но актер тогда успокаивал себя тем, что женщины просто дарили то, что у них было. Смерть. В последние несколько лет актер увлекся прыжками с парашютом. Супруга была против экстремального хобби мужа, но он словно пытался что-то доказать себе. 7 августа 2011 года Завьялов уехал на аэродром под Коломной. Актер должен был прыгать с парашютом в восьмой раз. Этот восьмой прыжок должен был стать знаковым для актера, неофициальным пропуском на более профессиональный уровень в этом экстремальном спорте. Позже свидетели расскажут, что актер будто предчувствовал скорую гибель. Пока Алексей Завьялов ждал начала полета, актер непрерывно звонил. Артист поговорил с партнершей по сцене, другом, тещей, рядом знакомых. В ретроспективе такое поведение впоследствии показалось поклонникам мистической попыткой попрощаться с близкими. Прыжок начался стандартно, парашют раскрылся, посадка шла по плану, до земли оставалось только 20 метров. Неожиданно в актера врезался другой парашютист. Алексей Борисович упал и сильно ударился о землю. В больницу актера доставились серьезные травмы головы, многочисленными переломами. Сломаны оказались ребра, оба бедра, также эти травмы сопровождались многочисленными разрывами внутренних органов, впоследствии эти повреждения и станут причиной смерти актера. Врачи были удивлены тем, что Алексея вообще смогли довезти до больницы живым. Через три дня актера перевезли из подмосковной больницы в институт имени Склифосовского. Больше месяца врачи реанимационного отделения института Склифосовского боролись за жизнь Завьялова. Актер перенес ряд сложных операций. Самой сложной из них стало ушивание печени, которое вынуждены были провести доктора. Также Алексею Завьялову потребовалось не одно переливание крови, коллеги актера тут же пришли на помощь. И близкие, и врачи делали все возможное, чтобы спасти Завьялова. Мария хотела перевезти мужа на лечение в немецкую клинику. Близкие актера планировали и организовать интернет-сбор пожертвований, и провести акцию в театре, которая бы также помогла собрать деньги на оплату лечения. Но этим планом не суждено было сбыться. Транспортировать актера было нельзя. Состояние Алексея Завьялова не позволяло медикам даже сделать томографию. Мужчину невозможно было довести до соседнего отделения, не то чтобы в другую страну. Все это время актер провел в реанимации и на аппарате искусственной вентиляции легких. Насколько известно поклонникам и прессе, окончательно в полное сознание артист так и не пришел. Врачи наблюдали у Алексея пунктирное сознание. Актер узнавал жену, которая все время проводила в палате мужа, понимал часть информации и мог даже общаться, слабо сжимая здоровую руку. В последние пару дней перед смертью артист впал в кому. 30 сентября 2011 года Алексей Завьялов скончался. Прощание с актером состоялось в родном театре имени Вахтангова. Похоронен актер на Хованском кладбище. После похорон актера театр имени Вахтангова, где работал Алексей Завьялов, продолжил выплачивать Марии Масловой зарплату актера, чтобы помочь женщине воспитывать детей, оставшихся без отца после смерти Завьялова. Через три дня после смерти Алексей Борисович Завьялов посмертно получил звание заслуженный артист Российской Федерации. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok